Ты знаешь, у меня, я вот смотрел ваши эти ролики, то, что вы по скайпу разговаривали, у меня какое-то двойное чувство все время. По идее, вы вроде бы как против этого, но на основу там обряд, ты сам все время ему, другим задаешь какие-то вопросы, вроде как с подтекстом, что какой в этом смысл, что я принес там это или в обряде я что-то сделал, а другие не делают, что в этом есть какое-то супер значение, разве не воспитательные вещи или какие-то еще там были частного характера, традиции. И сами вы настолько про этот устав там или еще что-то бьетесь, ведь это то же самое, я просто никак, я логики не мог понять, если честно, для меня осталась загадка, как вы мыслите, ты вроде... Это каноны, понимаешь, каноны, которые церкви, православные церкви, они обозначены, эти каноны, это правила, которые нужно исполнять, не упаснительно, вот, а они попираются. Зачем тогда они существуют? Вы тогда отложите эти все правила, вот, и скажите, нам правила не нужны, мы будем без правила жить. А то, как им, да-да, удобно, ну, сейчас попам, допустим, они опираются на каноны, да, какие каноны им неудобно, они их отвергают. Поэтому речь здесь идет, он лапкин, он исполнитель канонов, он понимает, что это единственный сегодня настоящий православный человек, который исполняет все каноны неупаснительно вообще. Ну, разве православие мерится исполнением канонов, которые никто не знает? А чем оно еще, а чем оно еще мерится? Ну, есть заповеди. А заповеди есть у сектантов, а секции сегодня десятки тысяч, они тоже заповеди исполняют. Мы тем и православные, что у нас каноны, мы от того и называемся правильно слабим Бога, потому что у нас выстроена вера по канонам. Ну, у католиков есть каноны. У них вселенских соборов в 20 раз больше, чем у нас. Сколько у них там уже, 25-27, я же не знаю. Нет, почему? Где католиков? У католиков также все каноны, пожалуйста, есть. Они же признают все семь соборов. Ну, а почему здесь католики? Я же говорю, у нас если правильная вера, так давайте, если мы называемся православными, давайте. Нет, ну ты же говоришь, каноны определяют православие, или, по крайней мере, его определяют, или являются его показателем. У католиков есть все каноны, абсолютно. Они тоже живут в теории по канонам. Ну, должны жить. Они у них все существуют, их никто не отменял. Да при чем здесь? Я не понимаю, о чем я говорю. Я показываю. Люди говорят, мы, у нас правильная вера, у нас истинная вера, да. Ну, а в чем она, истинная вера? В чем она, истинная? Православие всегда, оно, оно именно и называлось православием, потому что там были правила. Оно и называлось правильной верой, потому что были правила. Их люди исполнили посты. Вот еще 200 лет назад была посуточная молитва. Люди каждые три часа вставали на молитву, да, потому что это правило такое было. Они были православными настоящими, они каждые три часа молились. Они соблюдали четко посты 200-300 лет назад. Тогда нельзя просто было бы иначе жить, потому что люди боялись Бога. А сегодня что это за православие? Это настоящее, можно сказать, язычество, или, можно сказать, секта. Но сегодня нет никакого православия. Ветхозаветная религия тоже была православной, можно сказать, в то время. Это единственный Бог откровенной религии была. Больше нигде Бог не являлся. Только ветхозаветным пророком, праведником и так далее. Это была Бог откровенной религия. По сути, для нас она православная. Потому что мы считаем иудейство начинается от христианства, от Христа. И разделили ветхозаветное и иудейство, как ее называли. Религия ведут к чему? Что если ты называешься православным, то тогда правильный ислайд Бога, правильный. А что значит православие? Это значит исполнение законов, исполнение канонов. Это не то, что 10 заповедей. 10 заповедей, а не где 10 заповедей. Это мы вернемся в иудейство в точно такой же. И мусульманство. Я пять раз встал. Так православная церковь жила. Я тебе же говорю, вот 800 лет последние. И 200 лет мы так, 150 лет так не живем. А так всегда 800 лет так православие существовало. Исполнение существовало правильно. Не было преволюции. Потому что свои же вешали свои же соседи. Это все прекрасно знают. Можно с бабушкой поговорить, которая даже... Ну он спорит-то зачем? Я же говорю, у нас есть отцы, где написано и жития святых, где описывается жизнь, как люди жили. Ну это ты по букве судишь, а по духу-то она началась от Христа, понимаешь? Не, ну я, мы же, ты хочешь... Что люди первые три века не спасаются? Мы о чем вообще говорим? Мы о чем говорим сейчас? Ты хочешь что сказать? У нас правильно сейчас вера и неправильно? Я что-то не пойму никак. Да вера-то сама даже теория, она также... Претензия в чем? Ты православный человек? Не, вообще в жизни, допустим, у тебя сегодня претензии к православию, или к чему вообще? Ты вот называешься православным человеком? Ну я хотел бы называться, да. Ну как хотел? Мы или называемся, или не называемся. Ну я называюсь, да. Если ты называешься православным, ты тогда должен исполнять, допустим, Сергий Розеншин, для тебя авторитет? Нет. А кто авторитет? Для меня истина, авторитет. Ну истина, она для всех, авторитет, для любого сектора, она авторитет истина. Ну не может быть, не может быть два авторитет. Что значит авторитет? Авторитет или истина, это разные вещи немножко. Не, ну в Евангелии тоже написано апостолы, как сказали, почитайте наставников, учителей себе избирайте. Понимаешь, церковь... Почитание, это не авторитет, если он говорит ложь, какой же он авторитет? Они же тоже ошибались. У нас живой пример, когда апостол, вон, даже Игнатий говорил, что как правильно, мы уже в деянии. Мы читаем, мы читаем послание. Плаваешь по темам, ты кидаешься из одного в другую тему, в чем вообще, мы о чем говорим? Павел же уже, уже уличал Петра за то, что... Мы о чем сейчас вообще говорим? Нет, ну ты меня спрашиваешь. Мы говорим о исполнении правил или что, или мы без правил? Как мы будем жить? Мы по правилам жить будем, или без правил? Мы должны по заповедям, мне кажется, жить. Правила нужны лишь насквозь, насколько они тебе помогают. Дикари-то, он бы юмба, они, думаешь, без заповедей живут. У них тоже есть... Они, причем, исполняют заповеди покруче нас еще. У них все девушки, девственницами, замуж выходят вот сегодня в Нигерии, да, допустим. У них же тоже свои заповеди есть. И они христиане тоже. Ну и чем не заповеди? А ты хочешь сказать, ты исполняешь заповеди Христовы все? Я вообще не... Ты сейчас скажешь, я хотел бы исполнять, да? А я и не исполняю. Вопрос-то вообще, о чем мы говорим-то, да? Чего мы хотим? Нет, ну, как-то мы просто все об обряде, потому что я говорю, даже вот я вас слушаю, очень много об обряде говорится. И мы сейчас, соответственно, говорим. Я, может, на другие темы поговорю. Ну и что об обряде? Ты чего хочешь выяснить? Да я вообще ничего. Я хотел познакомиться, потому что в таком мире, ты сам говоришь, людям-то по большей части ничего не надо. Человек, он живет, любой христианин, так называемый, православный, неправославный. И любой, может быть, даже им... Да нет, у них нет сейчас православных. Ну и неважно, любой человек, очень многие люди живут двойной, тройной, десятерной жизнью. То есть он на работе один, потом он другой, с друзьями третий, там лицемерие, там жжет. Мы все такие, по большей части, где-то там что-то. И здесь то же самое. Вот и все. Поэтому, допустим, я, когда, конечно, тоже, так скажем, стал христианином, это не так давно произошло, потому что мое крещение не считается в 16 лет, оно было кощунственным. А, так скажем, сам я пришел, или Господь призвал, пять лет назад, ну, уже больше, там, шесть. Вот, с этого момента и было мое трезвое, добровольное обращение. Вот и все. Здесь то же самое. И когда я начал, естественно, искать и людей, ну, конечно, я слушал, читал много, отцов изучаю, я все это делаю. Естественно, хочется всем живого общения. Ну, вот и все. И я понял, что в церкви, допустим, ну, в храме или церкви, как угодно назвать, его не найдешь. Большинство людей, да, это свечи по воскресеньям, это абсолютно, нет никаких общин. Есть приходы, прихожане, захожане, кто угодно, общин это там нет. Там такие же люди, они друг друга знают, даже в деревне они знают, потому что они все соседи. Вот и все. И они никогда не говорят на такие темы, на религиозные. Они обсуждают все, что угодно. Капусту, картошку, маню, патию. Они, их ничто, они не задаются вопросами, да. Они их не интересуют, ни религия, ни вера, там, ни какие-то, как ты ж, догматы даже там, или правила. Их ничего не интересует. Их Евангелие они никогда, может, не читали. Они вот ходят по воскресеньям, как же Бог в душе. И я понял, что даже поговорить несколько, естественно. Там, я не из религиозной, ни семьи, ни из друзей, окружения, никого не было. Так вот, Господь, в мое время пришло, я просто тупо купил Библию, вот и все. В то время. И сам, естественно, пошел по этому пути. Мне заново надо было искать. У меня нет каких-то поддержки в этом плане. Естественно, в интернете я где-то с кем-то там пытаешься общаться. Но мы, вроде, все православные, а единодушно, как друга, найти никого не получается. Мы все что-то каждый по-своему мыслит, каждый, а даже дело не в мыслях, вот действительно, видишь, даже у нас сейчас с тобой идет, и я просто, я экспериментатор, я ничего не боялся никогда тоже, я захотел, я тебе лучше попробую, чем потом локти кусать, или я всегда человек такой очень простой. Я тебя ни на что не вызываю, вас ни в коем случае не осуждаю, что мне, конечно, интересно, если получится общение хорошо. Потому что я говорю, я слышу, что-то мне нравится, что-то, конечно, не нравится, я не могу это принять, вот и все. Понимаешь, как это, как бы, мировоззрение, это мировоззрение, в общем, оно, нам нужно концентрироваться на чем-то определенном, да, вот так вот, чтобы, допустим, оттуда вывал, оттуда вывал, это тоже не полезно. Ну, знаешь, как жизнь, есть философы, сравнивают жизнь, допустим, с воронкой, когда в начале воронки круговорот огромный, а уже к концу жизни оно все меньше и меньше, уже настолько концентрируешься ты на чем-то. Я смотрю, допустим, на людей, да, вот уже на старых людей, вот, и я вижу, что их жизнь абсолютно не меняется, то есть, какими они были в 30 лет. Я вот сейчас смотрю, ему 80 лет, допустим, дядька у меня, да, вот, понимаешь, люди в жизни, они, как бы, не определяются изначально, они не видят ни границ этой жизни, им кажется, что они будут вечно жить, и вот так вот ни о чем. А я вот как думаю, надо на чем-то концентрироваться, вот, конкретные цели себе в жизни ставить, задачи, вот, опять же, в чем задача, у нас, если мы люди духовные, да, задачи духовного роста, вот, чего я конкретно на данном этапе жизни хочу достичь, да, вот, определенно. Вот, допустим, я себе, ну, о себе, допустим, я ставлю определенную задачу выработать себе качество, да, вот, допустим, полюбить, как какого-то человека, которому, ну, я не могу никак просто смириться с его жизнеустройством, да, а вот мне надо как-то его полюбить. Я вот ищу сейчас этого, вот, это, как бы, этап становления тоже роста такого духовного, вот, и по отношению к церкви, вот, сейчас, да, такая дилемма сейчас стоит. Я тоже общаюсь с людьми, с многими, вот, и с проповедниками, с такими, понимаешь, это вопрос сейчас у многих, как оставаться ли, вот, в рамках православия, выходить ли из него, как вообще, как вообще дальше строить свои отношения с Богом, да, потому что оно, как бы, одному оставаться, нам тоже Господь не велит у нас, как бы, ну, по одному мы, никто, можно сказать, у нас, мы находимся в обществе, в обществе мы как-то должны выстраивать свои отношения с Богом, опять же, соборная молитва должна быть, да, которая на Руси всегда существовала, вот, когда люди собирались в собрании и молились Господу, просто, она же, по сути, работает, эта молитва, сколько фактов было таких, ну, свидетельств, что, ну, просто спасались люди, такой соборной молитвы, вот, и традиции, вот, тысячи лет существуют, ну, ну, не тысячи, да, конечно, настоящий православие, можно сказать, так, 800 там лет было, да, но как-то люди существовали, жили, правильно, как-то они находили, вот, еще, допустим, 150 лет назад, человека, если воскресенье видели, не в храме, да, вот, его замечали, но если у него не было сугубых таких вот, отговорок таких, вот, и человек, если не приходил в храм, понимаешь, его уже подозревали, или в родстве, или в каком-то преступлении, то есть, тогда было бы не прийти в храм верующий, да там, неверующий, но это, это закон вот такой был, ты обязан был просто, потому что тогда исключался без общества, вот, а почему, а почему у нас сейчас, посмотри, вот такие проблемы в обществе, а потому что нас разобщили, это основной принцип этого сатаны, разделяя и властвую, да, а у нас сейчас, когда говорит Христос, когда приду на землю, найду ли веру на земле, да, понимаешь, это он говорит о чем, о том, что в каждом будет своя вера, и оно же сейчас встречается, посмотри на людей, кого не спрошу, а у меня своя вера, я по-своему верю, да, а Христос там одну какую-то веру оставил, вот, на которой мы должны, как общество существовать, чем-то мы должны соединиться, единым как организмом стать, понимаешь, в чем смысл нас, посмотри, вот на этом сатана и улавливает, и по одному нас как орешки ходит, а потому что мы не вместе, вот, поэтому сейчас и решается такой вопрос, это уже, можно сказать, последние годы, останется ли Россия вообще существовать как страна, как сообщество какое-то, ну, святое оно, конечно, не знаю, я была, она когда-то святое не была, но видно, что к России, к Руси у Господа отдельное какое-то, знаешь, отношение, потому что любит, ее видно, Господь Россию любит, но где-то одна же стоя, где-то видно, где-то где-то видно, одна же стоя часть мира, да, планеты наделена богатствами такими, просто невыносимыми, вот, ее никак никто не может завоевать на протяжении там столетий, где, где, когда такое было, Ну, захотели, захотели эту Ливию, да, и сказать, там, бах-бах-бах, порешили все там за пару месяцев. Но тут же посмотреть, и непонятно, откуда она возрастает опять из кепла, встает опять, формируется, что-то государство какое-то. Вот, и все-таки надежда есть на то, что, может быть, еще Господь вот так благословит людей, чтобы собрались опять в соборное такое общество, как оно. Было до революции. Ну, если уж у Бога это не получилось, разве это возможно человеку? А что значит у Бога? Что значит не получилось у Бога? Бог, ты знаешь, а Он за нами только наблюдает, понимаешь? Все проекты, все проекты... Бог Христос же пытался людей образумить. Не, послушай, это смотри. Эти люди, его, понятно, что с ним всем известно. Он Христос не людей, он пришел к иудеям только, понимаешь? Там законодательство на чем утверждалось на привлечении иудеев. А это, понимаешь, а мы уже как привитые ветки. Если иудея не приняли, он тогда отдал миру вот это все свое благоволение. Мы смотрим, допустим, историю человечества. Посмотри, как происходило мироустройство всегда во все времена. Много было падений цивилизации, государства падали. Ну и они зарождались и поднимались. Даже Русь, посмотри, тысячелетняя история у нас есть. Как она падала, просто грязь не поднималась опять же. Если бы каждый жил по заповедям, был бы и рай на земле. Что-то непонятно. А если сделать тоталитарное рабство, все будут святыми из-под палки, чего Христос абсолютно не делал. Он даже автобус. Зачем из-под палки? Надо людям показать просто страх Божий. Вернуть единственное чувство в душу – это страх Божий. Страх Божий – начало премудрости, страх Господень. То есть вся премудрость начинается от страха Божия. То есть научить людей бояться Бога. Я сегодня только с дочерью разговариваю. Она, знаешь, детям дает конфетку, яблочко, чего-то. Я говорю, ну ты посмотри, ты ее даешь. Допустим, чревоугодники и алкоголики будут судиться одним судом. То есть испугать человека, научить бояться его Бога. Что без молитвы нельзя за стол садиться. Что страх должен быть перед едой, опять же, такой же. Ну перед всем должен быть страх у человека. А человек – это не меня этому не учили. Я ее в детстве этому не учил. Потому что я не знал, меня никто не научил. Я жалею о том, что меня этому не учил. Почему меня никто не учил этому? Почему мы не учим? Почему мы не учимся? Вот в чем смысл. Сказать людям надо, что все, что ваше православие сегодняшнее, понимаешь, не замазывать вот эти вот трещины в церкви, а обозначить их, ярко выразить, что это неправильно, то, что вы верите. И показать, что вы не спасаетесь. Вы идете в ад. Все ваши надежды тщетно. Показать-то можно? Ну не можно, я думаю, нужно. По крайней мере, знаешь, я дам ссылку. Вот у меня выставил ролик, есть пророчество одно. Ну, да, послушаю. Ну, это где-то у протестантов было свидетельство. Парень пришел в собрание. Он будет сел, и у него это... Просто видения начались перед глазами последних времен. То есть, когда после суда уже Христос встречал своих, и как бы они... Он увидел город, разбитый на 12 ярусов. И вот шли народы, толпы людей, да. Вот, да, допустим, толпа детей была. Ну, я так думаю, это абортированные дети, которые вот сейчас, да, после абортов, они непонятно, где находятся. Но и вот он увидел спасение. Там, допустим, увидел толпу блаженных, да. Заповедь блаженства, блаженства, милость, миротворцы. Вот, и увидел он еще идущих воинов. Вот, а кто такие воины? Это те, которые именно отстаивают сегодня в мире Слово Божие. И они будут, как бы, до конца мира существовать. Это те люди, которые... Вот, пророки тоже, которые не увидят смерти, а которые перейдут из этой жизни в вечную. То есть, это люди, которые... Вот, это женщины, мужчины, ну, которые сегодня отстаивают правду, да, отстаивают настоящего Христа. Да, не лжи Христов, когда Христос сказал, говорит, ибо явится множество лжи Христов, лжи Пророков, не верьте им, да. Вот сегодня это нужно, говорить об этом. Я хочу, у меня есть... Понимаешь, у меня есть желание пострадать за Господа. Я хочу быть счастливой тех воинов. Потому что награда велика там. Вот я посмотрел там короткий ролик, где женщины из Иерусалима про благодатный огонь, там, про воскресенье, и говорят, что они там, я так понял, в Иерусалиме, что ли, в субботу уже празднуют воскресенье. Ты им говоришь, что это глупость, конечно. Ну, в принципе, на самом деле, действительно так. Оно в воскресенье в воскресенье не называлось. Потому что по-еврейски оно и называется по-другому. Оно в воскресенье стало после... Это был первый день недели, по сути. Когда у них-то по-другому исчисление идет. И после воскресенья Христа для христиан это стало воскресенье. После субботы, последнего дня недели. Ты, в принципе, все правильно говоришь. Она типа, ой, такой аргумент, сказать нечего. То есть, тоже не о многим думает, как-то, конечно, понятно, собрать кубик элементарно. И при этом ты сказал, что типа вот в Евангелии там Христос говорит на третий день воскрес, но в субботу там он в ад сошел. Ты говоришь, типа все, что с Евангелем не состыкуется уже, все это нахромождение человеческое. Это вот вопрос опять к канонам, понимаешь? Где Христос говорит хоть раз о канонах? А каких-то, он полностью, ведь иудейская, это ветхозаветная религия, это Бог откровенная религия. Начиная с Абраама и так далее. Реально являлся Бог. Все пророки говорили, так говорит Господь, что после Христа никто никогда не говорил. Законы, если мы хотим называться православными, мы тогда исполнять законы должны, которые поставлены в православие. Где это сказано, как я? Ну, это православие на этом строится. Что значит православие? Православие строится, христианство прежде всего строится на Христе, это раз. А уже православие считается той ветвью, от которой отпадали еретики. Вот и все. А где сказано, что исполнение всех нагромождений вселенских соборов, из которых мы знаем, были лжей, волчьи? Собор архиереев еще не говорит о том, что они глаголят. Дим, послушай, ты никак не поймешь. Для меня вот эти правила, я ими не живу, я не жил никогда. Я ни одного дня не жил. Зачем мне поститься, если у меня каждый день пост? Я один след не ем, ни мяса, ничего такого не ем. Я такой же политики придерживаюсь. Я о чем говорю? Понимаешь, если мы называемся православными, тогда мы должны. Нет, ну подожди, пост, пост, пост. Это вообще, это ведь заповеди, это законы бытия. Они сами благи для человека. Не потому, что они внешне спущены, и какой-то судья тебя за них карает. Человек, который обжирается, он сам страдает. Посмотри на жертвецов. У них давление, ноги там черные отваливаются. И он сам не может от ложки оторваться. Они говорят, что это страсть. Возьми любого другого человека, уже обладающего страстью, который не может контролировать. Ведь что такое страсть? Это неконтролируемое желание, по сути. Мы все чего-то желаем. Есть, это нормальное желание. Все, если ты не можешь остановиться, это называется, грубо говоря, страстью, похоти и так далее. Если ты готов убить ради своей... Мы говорим сейчас о мировом строении. Если мы хотим построить государство... А запах это не с миру строения. А вот эти каноны, это какие-то внешние... Если мы хотим построить государство, если мы хотим... Если народ сегодня хочет жить в государстве, вот как мы видим тысячелетнюю историю Руси, да? Отчего там было государство? От того, что там было православие. Нет, на что-то сразу... Как называлось православное государство? Ведь православие, оно наднационально. Она не имеет никакой национальности. Что значит русский? Православие пришло тысячу лет... Я тебе говорю о чем? Вопрос какой ставишь? Ты хочешь жить в государстве или отшельником? Ты себе вопрос какой ставишь, допустим? Назовешься чем? Ты хотел бы, чтобы вот Россия стала... Ну, как прежде, там, как 200 лет назад, допустим? Я хочу, чтобы весь мир был счастливым. Вот и все. Для меня Россия ничем от Америки не отличается абсолютно. При этом я люблю свою родину. Я люблю свои цветочки, свою землю. Мне нравится клим. Мне нравятся русские люди. Потому что я вырос в этом. У тебя какие вопросы, допустим, по жизни? Чего бы ты сегодня хотел? У тебя цель, вообще цель какая в жизни? В жизни цели особых у меня нет. Ну вот, видишь, надо сначала задаться вопросом, чего я хочу. А так, знаешь, если просто спасаться... Нет, чего я хочу, это разные вещи. Если спасаться, допустим, хочешь, для этого много, допустим, не нужно. Для этого ушел. Для меня спасение, это счастье. Что такое рай? Это счастье человеческое. Это радость, счастье. Правильно? Или что такое рай? Я просто не пойму. Мир в душе, это тоже рай. Это счастье. Ну вот, ты просто никак не поймешь. Для того, чтобы мир в душе иметь, для этого много не надо. Я лежу на койке, у меня мир в душе, да? И все, я могу вообще ничего не делать. Я могу отключить интернет себе, все, абсолютно отойти. Я тебе завидую, потому что у меня этого мира нет, допустим. Ну вот, в чем и вопрос. А я поэтому, я лежу, понимаешь, я хочу, чтобы у людей тоже было такое состояние в сердце. Для этого я делаю вот свой канал, делаю там в Ютьюбе, да? Сайт там делаю. Я хочу нести проповедь и Христа людям. Вот, а вместе с этим, понимаешь, оно все одно в другое складывается. А если бы не это, если бы не это по себе спасаться, зачем мне все это нужно было? Нет, ну, во-первых, периоды раньше, чтобы кого-то, все святые говорят, чтобы кого-то спастись, надо самому на берегу стоять, спасти, понимаешь? Это тоже закон, логический. Потому что в оба тонете, вы друг друга не поможете. Мы, знаешь, кто, спасает Господь, а мы только сеем, мы сеятели. Господь нас, апостол Павел нас называет сеятелем, а обзращивает уже Господь. Мы должны сеять, а Господь, мы должны сеять и поливать. Сам Господь нас и жнецами называл, ты прекрасно это знаешь. Он сказал, поднимите головы ваши, посмотрите, как побелели уже нивы. Ну, он не только называет, он уже называет. Сейчас, в последние времена будут жнецы. Вот как раз они, некоторых людей, будут жнецы. Они пойдут вместе с нами. Он жнецами уже апостолов, по идее-то, назвал. Апостолы, да. Так что, да дело все, это все формальность. Можно было назвать, и когда один пророк за другим все и лежал. Это же все, Христос когда говорит, это истина, они вечные. Они, нет, они могут относиться к частному случаю, могут и не к частному. Есть разные вещи. Все надо с рассуждением. Вот почему я говорю, нельзя под правило всех под христи. Вот что красивее, розы или пиле? Если ты против правил, а зачем тогда? Ну, правильно, я тоже не живу, я о правилах вообще не говорю. Если мы как в Германии сделаем, что все огурчики будут одинаковые, мир ужасным с нами. Ты знаешь, я строитель по основной профессии. И вот только к 30 годам, особенно через религиозную тему, что и в общем, меня стало тошнить от ровных форм. Даже вот в стройке, у себя сейчас в доме. Мне надоело все делать по уровню. Не в смысле, что все это падало. Мне надоело все делать, потому что я занимался евроремонтом, как ты сам знаешь, это в мире принято. Всем все это делаешь, там и на заказ, и себе. И знаешь, мне от этого стало уже тошнить просто. Я всю жизнь был свободный парень-рубаха и мечтал жить на необитаемом острове в одном липовом листочке фиговом. Вот и все. Для меня ничего не стоит пойти в магазин в дерьме, там, в сапогах. Я только что пахал. Для меня не надо переодеваться. Я не смущаюсь, да? Мне это все равно на этом. И вот здесь то же самое. Ну, ты же понимаешь, что без мироустройства определенных законов порядка в обществе не может быть среди миллионов людей. Его же не может быть порядка. А почему не может? Потому что Христа всем донести невозможно. Христа ты не донесешь до всех. Нет, каждый должен заниматься на самом деле. Я не против государства. Оно необходимо только по той простой причине, что мы на земле как в аду. Вот и все. Если не будет этих минимальных сдерживающих факторов, мир вообще в ад здесь сгорит. А государство без законов, оно может существовать без правил? В любом обществе должны быть каноны. Христа сказал, я не от мира сего. Мы все время... Я не люблю, когда мне тычут, что церковь... Да, вот ты посмотри, как в мире есть генерал, и ему подчиняется. А я ему говорю, церковь это не мирская организация. Она абсолютно не такая. А в суде без законов не должно быть церковь. Христос ни одного закона не оставил. Ни одного. Только заповедь. Он сказал, в церкви есть тело Христова, и я его глава, естественно. И он сказал, я не от мира сего. Не можешь в церковь параллельно, что делает Гундяев, параллельно вот так вести. Это абсолютно разные. Он занимается тем же самым. Ты же знаешь, что под каждой заповедью существует десятки подпунктов под заповедей. И опять же, человеку... Это не подпункт, это лишь раскрытие. Доброта на сердце. Это лишь свойство любви. Любви, свойство собирательное. И это лишь ее образы. Вот смотри, что значит наша вера. Опять же, возьмем самую такую крутую заповедь, не убей. Но опять же, кто как ее понимает? Опять же, без закона, как ты ее поймешь, не убей заповедь? Как ты понимаешь заповедь, не убей? Я ее понимаю, как цветы отцы учили, когда ты с гневом убиваешь. Это убийство. А если ты убиваешь... Христос сказал, когда Петр поднял меч на этого... А он говорит, вложил меч в свои ножны. Правильно. Христос-то воевать не призывал. Правильно. Но он при этом сказал, нет больше любви, кто положит душу. Есть разница, убивают опять же. Душу ты положил, ты закрыл своим телом, на которое человека намокнулись мечом, а ты свою голову под меч поставил. Ты и душу положил на него. Согласен. Можно так. Это выбор твой. Есть разные ступени. Я считаю, что положить голову, как Христос, это высшая ступень. Вторая ступень, низшая, это когда ты все-таки под меч меч подставляешь, а не голову. А есть ступень вообще неправильная. Это когда ты убиваешь из-за своей похоти, из-за денег. Вот убийца, грабитель убивает. Там насильник изнасиловал еще, хочет скрыться в преступлении. Он сказал, не убей вот так. Но это не важно. Это мы раскрываем. Вот смотри, под каждой заповедью я же говорю, сколько подпунктов идет. Это же не подпункты, потому что жизнь живая, вот именно, она ни под какие каноны никогда не подлезет. Он говорит, не бей, подставь щеку, и сам после ударя по щеке тут же не подставляет другую. И мало того, что он, человек, пытается вразумить. Он как Господь сказал? Он говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить. В чем исполнение закона? Ведь посмотри, исполнение закона, именно закона бесхозаветного, но не во всем, конечно, но во многом. Многие заповеди отменены были сами по себе новым заветом. Были отменены не заповеди, а обряды. Обряды и правила, которые не имели никакого. Он не говорит не то, что обряды и правила, но весь закон имеет в виду. Он говорит закон и пророков. Правильно, он сказал, что в любви к Богу и к ближнему. Вот тебе весь, все православие. Понимаешь, в чем суть-то? В этом и есть закон. Это, опять же, те же правила. Это нужно где-то прописывать, для того, чтобы исполнять это в дальнейшем. Понимаешь? Это же не только в сердце у тебя написано должно быть, но и в тетрадке где-то, чтобы ты людей уже смог научить этому. А из этого складывается уже целая религия. Ну, я не согласен. Ну, а как иначе? Как ты людей научишь? Вот ты говоришь заповеди. Я согласен, меня самого мучили эти вопросы. Для себя-то я нашел ответы на них. Нашел ответы в том плане, что ответов нет никаких. Вот бежит человек, запыхавшийся, с огорелыми глазами, говорит, спаси меня, спрячь меня, куда бежать, за мной человек гонится с пистолетом. Ну, естественно. Ну, ты положишь уже душу в заближенную. Это уже и другое совершенно. Хорошо. Он убегает в другую сторону. Ты поворачиваешь голову, смотришь, куда убежал твой, кого ты спас, твой, как это называется, не спаситель, а наоборот, спасаемый. И видишь, как он бежит, достает нож из-за пазухи, видит маленькую девочку, рвет у нее телефон, ей горло перерезает и дальше бежит. Возвращается тот с автоматом, показывает тебе корочку мента в гражданском. Нет, ну это можно накрутить или что угодно. Понимаешь, у меня... А почему нет, не задаться такими? Я вот задаюсь такими. Мне понравилось, когда я тебя слушал, что ты задаешься вопросами. Я тебе сейчас отвечу на этот вопрос легко. Для этого нужно иметь общение с Господом, с Духом Святым. Тебе Дух Святой подскажет, когда ты что-то делаешь. Я тут с тобой полностью согласен. Вот что для меня православие. Вот что для меня. Это люди, стяжавшие Духа Святого. Мы о чем говорим? Или Господь будет учить сам человека, да? Или мы будем помогать Господу учить людей. А чтобы научить людей, для этого нам нужен закон определенный. Мы можем научить и ничему. Мы можем ему сказать, как начинал сам Христос. Сказать, опять же, откуда мы из тетрадки будем говорить? Нет, смотри. Можно я тебе это скажу? Вот сам же Христос начал. Ты говоришь, вот начнем с Евангелия. Дело не в сектанстве. Он сказал, один у вас, не называйте учителями никого, там один у вас и Христос. За ним его любимый ученик, Ант Богослов, говорит, вы не нуждаетесь ни в каком учении, а только в учении Христа, да, и Господу Бога, и так далее. Дух Святой научит вас всему. Можно все цитировать, я просто не буквоед, я не учу, как протестант или как в семинарии адресное там Евангелие 5.15, но ты сам все эти знаешь места. И пошло-поехало, так все дальше, Антоний Великий, все говорили. И Серафим Саровский то же самое кончает. Сержи Дух мирен, и он тебя всему научит. То есть без Духа Святых ты не можешь утверждать, что ты искал истину. Он сам говорил, вот Игнатий Лавч вчера, сегодня я слушал, он где-то опять тоже сослался на этот же момент. Так и есть. Как я могу утверждать, что вот, как я могу угадать, вот он бежит, да, как я в тот момент, я мог только помолиться, сказать, Господи, я хочу поступить правильно. Подскажи мне, вот срочно подскажи. Не важно как, в ум вложи, в сердце, в тело я почувствую. Я сам сейчас в обморок упаду. Ну, сделай так, что я хочу, мое только, я могу только пожелать истины, поступить по любви, вот и все. И попросить Господа, что он меня вразумил, чтобы у меня была чиста совесть, что я вот как ты хочешь, я попробую. Потому что ситуаций в жизни куча. У тебя двое детей ссорятся, и ты сам знаешь, и тот, и тот, и прав, и виноват. На войне вообще нет права. Там брешут с обоих сторон сверху своим же солдатам. Они, когда друг друга режут, вот они точно не виноваты. Они оба жертвы пропаганды, времени и так далее. Вот, ты говоришь, убийство. Я считаю, это никакое не убийство. Они действительно защитали свою родину, свою жену, в любом случае ему надо было защитить, своих детей, свою землю. Не он на нее шел. А тот, кто шел, тоже уже непонятно. Идет он туда, ему набрехали. Нас посмотри, как травят. Ты сам говоришь, вот современный мир. Украина там еще где-то. Нас просто травят. С американцами. Да рядовые американцы такие же, как мы с тобой. А вот кто там сидит, что наши, что их нехороши. Мы остаемся жить-то, мы не на острове где-то живем, а среди миллионов людей. Нам нужно как-то адаптироваться. Спрашивай меня про цель моей жизни. Она, конечно, есть. Вот я мечтаю. Это может быть неправильная мечта. Как Игнатин, мечтатель, нехорошее слово я услышал. Ну, по-другому там цель можно назвать, понятно. Слова все эти, игра слов. Да, я пришел к мысли о том, что жизнь, она живая. И даже заповедь. Вроде бы весь закон и пророки в любви к Богу и ближнем. Оказывается, каждый раз эта истина разная. И только истина, сам Бог в данный момент истина. Никто не авторитет. Даже Писание не авторитетно, потому что оно частного характера. Господь многим отвечал в тот момент конкретному человеку. Куча жития – это конкретные случаи. И тут же святой, ты сам знаешь, там, по-моему, Макарий Великий, когда он там сел на корзину блудника, спрятал блудницу, братья там обвиняли его, скрыл. И куча моментов. То есть он прикрыл грех, блудный грех, смертный грех монаха. Это можно одним цитатой назвать. Бог его убивает, но он животворит. Правильно. Вот я по такому. Почему я... Ты сам отвечаешь. Это цитата, причем Христа, да, грубо говоря, апостолов, там. Она противоречит кардинально всем канонам. Невозможно жить по правилам. Не, ну ты же видишь, мою-то сторону двудницу, и я против исполнения заповедей. Я сейчас, понимаешь, я их не отстаиваю заповедям. Вот, допустим, в нашей веселье с тобой, я же не говорю о том, что, ну, мы опять же, мы находимся в обществе, в устроении общества. Нет, так я не против канонов, я тебе так скажу. Для ребенка есть каноны, и духовные есть дети. Юноши и старцы, понимаешь? Я согласен. К каждому в свое время. У нас проблема священников того, что они этого не понимают. Что в церкви у него, это опять не мирская организация, это не школа, где он видит первоклассника. Он должен это видеть, и к пастве относиться, и видеть разного уровня людей. А не христи под всех ребенку, который уже 10 лет ходит по воскресеньям, как ты говоришь, каждый воскресенье, у него уже другие мысли в голове. Да у него уже Бог скорее на пеньке, в лесу, где тишина и покой, чем в горланистом храме, где невозможно даже мысли в кулак собрать, где дети орут, бабульки о своих. Я читаю апостола вот в храме, ты понимаешь? Я сам себя не слышу. Какое там благоговение? Все с жопой повернулись. Орут 300 человек в деревянском храме. Я сам себя не слышу. Где там Бог? Я лично по воскресеньям хожу на гору в лесок прогуляться, помолиться. Для меня там Бог в тишине, как и пророк Ильи он явился. Сначала в шуме показал, это все не я. А явился в тишине и прохладе дня, как в раю, понимаешь? Тут тоже такие палки о двух концах, люди разного, разного уже возраста. Обряд нужен определенным людям. Мы сначала проходим, нам родители долго не объясняют, почему мне надо в розетку пальцы совать, просто руки бьют и все. Поэтому я на самом деле не против. Я просто редко слышу, что люди понимают, что к людям надо относиться опять по-живому. Кто-то уже подрос. В пятый класс, если ты посадишь одновременно и первоклассника, и десятиклассника, что это будет? Первоклассник ничего не поймет, десятиклассник будет с ума сходить от того, что ему еще пять лет опять то же самое делать. Ну, ты видишь, что происходит. Я вот тоже имею несколько лет опыта такого. Таких священников, вот можно сказать, рожденных священников, батюшек, которые в этом разбираются, их же не держат. Мы кидали за штат. У меня есть знакомый, но я общался с этими священниками. Это большая проблема. А вот ставят именно вот таких вот ненаученных, и не то, что ненаученных, а неверующих попов просто, которые неверуют Бога. Специально ставят, ты же понимаешь. Там симония все прогнила до верха. Там такие поборы. Я не знаю, что тебе-то. Я просто кухню знаю, потому что я был связан с далеко тоже неблагочестивыми священниками, потому что их не найти люди. Я всю эту кухню... Все только говорят внешне там золотые купола. Это так и есть, понятно. А что ты сделаешь? Там уже сверху все прогнило, ты туда не влезешь, как государство. Как ты? Что ты изменишь? Что ты говоришь? Я хочу... Ты кто? Мирянин будешь проповедовать канонно? Кому они нужны? Они от священников их не слушают. Потому что священникам как раз выгодны правила. Они пытаются всех держать в фаталитарном вот эти... Чтобы бабушка боялась, что она не придет в храм, не бросит рубль. Понимаешь? Он ее вот этим всем вуалирует. Надо покодить, дом осветить, машину осветить сынку за миллион рублей. Понимаешь? А то она не поедет. Я против этого всего. Я и говорю, потому что не называйтесь тогда православными. Мы православные. Какие вы православные? Так ты у меня спросил. Я православный. Так по какой критерию судить? Понимаешь? По большинству, по-оповски, я, наверное, не православный вовсе тоже. Вот. Я и говорю, если вы православные, называйтесь... Исполняйте канонны тогда. И все. Ну, как бы ты им говоришь или кому? Ну, им, я и тебе говорю. Я им говорю. Ну, я их не исполняю. А если вы не читаете и не исполняете, тогда вы не православные. Ну, это формально, понимаешь? Это формально. Потому что ко мне, ко мне эти, вот ко мне видел, я общаюсь с этим, с явлением Потеминым, да? Ну, для некоторых посмотрел. Я не все ответные фамилии запоминал, я... Вот он мне постоянно вопрос задает, ты православный? Понимаешь? Вот он меня вот ловит на этом. Он говорит, ну, ты мне скажи, ты православный. Я говорю, ну, я хочу называться, вот, как ты... Я хочу называться православным, потому что я хочу славить правильно Господа. Вот. А он говорит, ну, если ты православный, тогда ты должен исполнять все правила церковные. А если ты их не исполняешь, ты исключаешься из рамок тогда этого, своего вот этого звания православный, правильно? Я вот, честно, я не могу этого понять, откуда они это взяли. Кто это связал? Где это логически? Кто ее выстроил? Даже вот это правило молитвенное, вечернее, там, утреннее, никто даже не знает историю его возникновения. Хотя оно возникло всего, как ты говоришь, 150 лет назад, вот до революции. Никто не знает, никто его ввел, никто его собирал, никаким образом оно... Это не какое-то древнее предание, где не доковыряешься там уже. Вот, уже и вели там, уже синодальная комиссия, этот, синод был Петром 200 лет, все там бумажечки собирали, все есть. Кто его придумал? Кто? Нет, молитвы там супер. Кто придумал, что я должен... Не каждый может это... Я проходил. Я-то и раздувал вот так, я уходил в уединение, я мог себе это позволить. Но при этом я возвращался в мир на тяжелую работу. Да я не то, чтобы прочитать его, я две молитвы не мог прочитать. Что значит опять правило? Евангелие там по голове. Да я... Мне надо было. Я купил плеер, меня немым на работе прославили. Я по три Евангелия целиком в день прослушал, потому что это аудио. Все, втыкнул и 12 часов на стройке стоишь и слушаешь. Я говорю, меня немым прозвали, хотя раньше, как и все, стояли на стене, как говорят, каменечки и трещали целыми днями. Мне все равно, что там правило по голове в день. Я по три Евангелия в день читал в течение года. Я его наизусть знал не потому, что я буквоестом занимался, а потому что оно в голову вписалось, как магнитная пленка. Я пытался понять, я не мог насытиться. Я пил, 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 потому что мне хочется слышать эти слова, эту притчу. То есть понять, я слушаю параллельно все, что было на предании. Я все скачал в аудио, все слушаю, слушаю то, что невозможно, и от дома читаю в свободное время, где руки свободны. Так я прожил три года, но это личное желание, ты никого не заставишь. Не заставишь. А поэтому мы вот сейчас и видим, что это идет карающая рука Господня, которую мы не можем останавливать. Мы и не должны ее останавливать. Пусть Господь творит свои... Но мы опять же не должны молчать в этом. Мы должны говорить... Нет, молчать не надо. Мы говорить-то должны, опять же, не утешать людей вот этими баковскими сказками. Ко мне священник один приходит, да, и он говорит мне, рассказывает басню такую, что там в раю Богородица, тайком от Господа, понимаешь, где-то там на задворках рая, она выдергивает по одному человеку от земли и спасает. Понимаешь, как это происходит? А мы должны говорить людям, что она никого не выдергивает оттуда, что им люди не спасаются. Страх, страх Божий, хоть как-то сеять его надо в люди. А кто знает, а может кто-то и обратится. Ну, все писали, сам Господь сказал, от страха верности не будет. Только кнут над головой отойдет на секундочку, и Казань туда пойдет, понимаешь. Это был для этого Ветхий Завет. Люди вот не понимают, для чего он был. Такие были люди. То же самое сейчас мусульманство и евдаизм. Он таким и остался, из-под палки. Ты не делаешь, ты вот, я вот сейчас Коран переслушиваю, опять решил. Конечно, чепухня полная. Ну, что такое Коран? Это неизвестно кем опять такой пересказ исторический, ну и по буквы, и по духу. Ветхого Завета. Ну, по духу, что он говорит там тоже, да. Ну, а почему они мусульмане? Я вот с мусульманами, если вступаю, там где-то в дискуссию какую-то, я говорю, ну, он переписал вот Ветхий Завет и толкование первых там. Да, ну, даже не писал, это пересказ по памяти. По памяти пересказа. Да, вот он приходил на собрание первых христиан, да, и вот у них брал вот эти вот рассказы и с этого составлял Коран. Вот, а они на меня, понимаешь, они с таким недоумением, да ты что-то это не понимаешь, Коран это. Да что его понимать? Любой человек. А это вот где-то мурзилка, мурзилку по листу и вот тот же Коран. Тот же Коран. Так я имею в виду, что вот, пожалуйста, человек, который, мне не страшно все это читать. Я гид, ты там всякий читал, мантры вот эти буддийские. Там полная чепухня. Я один раз Евангелие прочел, и моя жизнь просто появилась. Я один раз прочел его. В тот день моя жизнь резко изменилась. Это, конечно, тоже там личные переживания, на них нельзя рассказывать. Но это реально так было. Я просто был в шоке, что я никогда эту книжку не читал, что никогда мне родители тоже не дали. Что нигде об этом никогда. Если бы я знал, что такое Евангелие... А я с Ветхого Завета представлю, что Евангелие, а я начал читать с Ветхого Завета, где Господь. Я же купил Библию, я парень такой, понял. Я тоже, знаете, меня же... Я откуда-то, а я не понимаю, никто мне некого сказать не может. Я просто купил вот такую вот Библию за 500 рублей в Покровском на Первомайском. Его только построили. Я там шел мимо. И вот зашел, купил за 500 рублей. Я начал... Ну, я же люблю откоркать до откоркать, начинать читать. Я даже не знал слово тоже Евангелие там. Но я почему-то Новый Завет, вернее, может быть, слышал. Я вижу, что Новый Завет, и он вот такой вот. Ну, попробуй с нового. И когда я прочел вот эти четыре Евангелия, все у меня... Я жил гражданским браком там, так скажем. Я ее посадил, говорю, ты знаешь, наша жизнь. А жил я такой жизнью, конечно. Ну, как и все чудесно. Она тогда уже сказала, ну все, я знаю тебя, это катастрофа. Через год мы расстались. Ну, я вообще другой жизнью зажил. Для меня это тоже, это... Что такое? Я говорю, вот опять даже Мухаммед там, он человек. И что это? Это псалтырь. Вот Коран максимум можно с псалтырь еще сравнить. Тоже он там поэтический. Ну и что? Это ничего. Почему, Рюк? Господь, он никого ни к чему не принуждал. Почему Евангелие, его можно читать до бесконечности. Сам Христос, действительно, он отличается как бы от Бога Ветхого Завета, хотя это он и есть. Это он явился там Аврааму, или в Духе, или в этих трех ангелах. Неважно. Вот мне вот удивительно, что ты это понимаешь. Я вот сейчас сообщаюсь, и причем с людьми такими, и с пожилыми, которые далеко не могут осознать, сопоставить Ветхого Бога и Нового, да, Христа. Так это не Христос разный, а разные люди. Они не готовы были принять это. Ну понятно. А почему сегодняшние люди не понимают этого? Потому что люди все одинаковые. Мы все рождаемся. Нам 10, 16 лет, там, юношеский максимализм, 20, 25, 30. Почему тебе надо проще относиться? У меня то, что была какая-то ревность не по разуму. Тоже ты во что-то достигаешь, думаешь, что все должны. А ты знаешь, я у отцов такую мысль в оконцовке сформированную осознал, как бы, читая. Ты знаешь, они что пишут? Что вообще-то люди, вот они же всегда сравнивают, ведь образ невидимого мира, это образ видимый, правильно? Как тело, образ души и так далее. Как Макарий Великий пишет, что у души все есть. И глаза она видит. Видит-то вот душа, а не это. Почему есть слепые, Матрона там, или неважно какие, ясновидцы. Глаз нет, а все видит. Кто стоит, какой человек, и писать все может. Видит душа. Не вот этот глаз, не это ухо. Апостол говорит, я не знаю, как я в теле. Они слышат там, он же слышит не этими барабанными телефонками. Они глухие слышат, и по воде ходят. Мир видимо, это образ мира невидимого. И вот он сказал, что точно так же, как люди. Вот мы же гадаем, почему рождаются вот эти дети там, больные, вот, ну, с какой-нибудь от Дауна там, или какая, феймер какие-нибудь. Без рук, без ног. У него никогда этого не будет. И ты что будешь над инвалидом, потому что он сидит в кресле без ног. Ты же беги, стометровка. Он говорит, ты что дурак, ты видишь, я на колеске. Нет, беги. Мы на такого человека что скажем, идиот. И вот они такую мыслью, да не это было открытием, понимаешь. Всех под Антонио Великого нельзя подвести. У нас, оказывается, душевные силы тоже разные. Вот я физически был развит, я мог там спортом заниматься. А кто-то не может, действительно. Он в классе у нас, помнишь, школу. Кто-то мог 10 раз спокойно подтягиваться. Да, мы были развитые, я вот там, ребята. А были, да, ребята плохо развитые. Не потому, что он там жрет, мы еще были все одинаковые. Он не может подтянуться. Ну, мы, правда, может, занимались, неважно. Но у некоторых, просто у нас, мы же все в нормальной школе, не было там ущемленных. А есть люди ущемленные, да, действительно. И вот они донесли такую мысль. До меня было открытием. Я по-другому стал вот это все. Вот как ты же, я перестал даже этих, ты говоришь, вот они язычники. Видимо, это уровень такой. Немногих мы доведем в этой жизни, что до них мысли, что цель жизни христианская это вот стяжание Духа Святого. Реальное стяжание. Не какое-то мифическое, а как Серафим Саровский. Как Иоанн Богослов, как Симеон Новый Богослов. Я вот для себя эти вопросы открыл, как бы. Все разные, и надо уповать немножко на Бога. Мы не все, ты говоришь, что только свою спасать. Ну, прежде всего, свою. Отцы все научали, спаси себя сам, как Серафим Саровский закончил. И вокруг тебя спасутся тысячи. То же самое. Ты не можешь спасать, пока ты не стоишь на земле. Ты никого не спасешь. Мы цель такую не ставим себе спасать. Мы и показывать должны. Пальцем показывать на Господу. Ты даже показать не сможешь, пока ты сам не выберешься. Вместе тонуть, показывать, он там берег, и он и ты знает, как туда плыть, и поймешь, когда ты тонешь. Ты можешь показывать, это вот, что слово без дела мертво, и слово подтверждается делом, это истина, которую знали все древние. Потому что это Божьи законы жизни. Человек, который сам себе дом построил, к нему люди обращаются. Почему ты именно, у меня эти папы тоже в том плане, когда он учит тому, чего он сам не знает. Конечно, это мертвичина. Но при этом они давят на авторитет своего священства. Я и не хотел пять лет учиться, чтобы потом это даже... Ты знаешь, лучше не знать некоторых вещей. Потому что вот я сейчас рассказываю опять от опыта. Меня осуждали, что я Никона привожаю, Воробьева, даже Осипова, того же самого, что он рассказывает все эти страсти. Никто не верит. Но вот мой опыт. Только я свою жизнь не собираюсь сложить на то, чтобы людям доказать, что это правда. Трезвый все увидит. А слепой не хочет. Господь сказал, не было бы на вас греха, если бы вы действительно были слепы. А как говорите, что видите? Люди все это кому надо, тот видит все. Думают, что там нет пидористи, и там она сплошь завалила. Потому что все монахи, большинство из них действительно идут туда, причем не спасаться. Какой педик пойдет в монастырь, где одни пацаны? Это все, что мне пойти в публичный дом служить. Просто я-то лично знаю их. А через них я знаю всех до верхушки, кто есть. А что я могу сделать, если наш такой же? Кому идти жаловаться? Ты ничего не сделаешь. Там до верху все это прогнило. Я их всех знаю. Я это знаю, потому что от меня это не скрывали. Потому что я занимался клубно-ресторанным бизнесом еще в Воронеже. И знаю верстких таких всех. А потом узнал, оказывается, когда сам удался, мне всю эту кашу посевную сдавали уже и про попу. Через них. Я-то знаю не слухи, как собирают по телевизору. А я их лично знаю. И они все, они большинство активы. Понимаешь? Не в том дело. Если бы они просто, он там садомит и кается. Они все активны. Они ничего не бросали. Может там попытались бросить, у них не получилось. И все. И он сдался. И теперь по полной программе. Все они живут с мальчиками в доме. Понимаешь? Там уже все как в миру. Они выстроили эту церковь по мирскому принципу специально. Чтобы работали все эти законы. У меня бы этих доказательствах я мог компроматы собрать, как Штирлиц в этой сфере. Потому что я был свой. Я зашел туда через них, можно сказать. Ну и что это ничего не дает, когда сверху донизу они все. Ведь уже прецедентов было куча вон в этих семинарах. Этот Никодим и так далее. И ничего. Их с одного места, как в миру, переводят куда-нибудь. На повышение, как в миру, говорят. Вот я бы был там благочинным и узнал. Да, я не имею права покрывать, чем занимаются Сергей Гиндяев. И там еще и ставят такие специальные все это. Как этот Отец Мороз говорит в интернете. А я, что я могу сделать? Ничего. Пойти мне некуда. В интернете начать кому-то... Вот сейчас идет вот по этой встрече ты сам знаешь с папой там. Ну выкладывают люди ролики. А Плэйн это вообще не надо. Она Евангелие никогда ты сам говоришь не читал. Им это вообще не надо. Она не понимает ничего по этому экуменизму. Понимаешь? Ей все равно она готова со всеми перелабызаться. У меня один критерий. Это любовь к людям. Кому это принесет пол. Ведь куча соблазнится людей. Как вот с этим расколом сейчас думать? Ну что? Кому надо тот узнает про этого папа все. Поверь. В принципе. Или он это и не узнает действительно. Люди ходят. Я про многих с кем... Ты когда ходишь в левый храм там заходишь. Ты не знаешь об этом священнике ничего. Что ты можешь о нем знать-то? Это вот так через внутреннюю ты узнаешь. А люди не знают ну и что? Ну не знают и ладно. Какая ему польза? Ну узнает он. Ну что дальше? Убрать его никуда. Его просто переведут. По поводу него можно не переживать. У него жизнь не испортится. Тут смысл в чем? Я допустим вижу. Если уже творится вот этому всему знаешь ну то что сейчас на церкви волна-то поднимается от народа такого неверующего я просто смотрю там наблюдаю форумы разные потом эти в ютубе знаешь комментарии особенно молодежь сейчас настаёт против ну мундейского вообще мундейского режима вот этого да причем за собой ведёт большой армию сейчас сыпорт как безбожник как его помилит но который с православием борется ну ладно не суть в общем я говорю если уж творится какая-то эволюция то он сам быстрее туда происходит ну я опять же я за мирный переворот не за революционный не за кровавый вот это непоминовение допустим я считаю правильным это есть сигнал это мирное сопротивление вот как этот Ганди это мирное сопротивление не понимаете чтобы он понял как ещё понять ему на словах говорят что он не понимает но тебя на деле вроде как и то они сами говорят мы поминаем в молитве молимся за него а вот как бы внешне что как раз показать что мы против твоего режима даже не против тебя против уже того что из секты из соборности сделали тоталитарность с полным молчанием когда унижена все епископы Лонген Джарп ведь он по-русски сказал какое унижение а их ни во что не ставят ни слова не дают сказать о чём может идти речь когда он ой надо всё честно говорить и тут же не скажу эти пять святых имён которые планировали что за тайное планирование встречи от кого ты какие-то силы он вообще помешан на политике он вообще безбожен абсолютно мнит себя царём батюшкой он папой себя мнит ему нравится власть ему нравится царская власть на авторитете бога прямо он папа русский папа ему нравится всё по-мирскому выстраивать наградки Георгия Победоносца мусульманам раздавать какой бред вот на самом деле мало то что это награды правильно Лапкин говорит полная чушь я согласен Осипов сам говорит против но при этом сам принимает их меня тоже в голове не укладывается сам смеётся над этим но сам-то принимает эти награды почему-то вон этот математик какой-то отказался от миллиона долларов Нобелевского кремни и ты откажи скажи я не хочу не приходи на это вручение от этих ты никого не обидишь то есть я его тоже во многом не понимаю хотя я его очень люблю мне нравится его лекция я его слушаю тут всё Осипов рассказывает хорошие вещи он же объясняет что и он говорит что понятно для дураков и для людей со всем которым нужен просто действительно я просто не понимаю зачем тогда христианство если не знать этого не знать хотя бы высшую планку если не забирать идеал выше своей головы ты никогда не станешь суперспортсменом мало то что это уже гордыня что истина вот она по моим макушке трётся я хороший я всё исполнил я святой это прям чистый ислам чистый ислам и чистый иудаизм 10 раз косичками помотал у стены плача всё и ты хороший и ходи спокойно ты весь день с чистой совестью ты правила прочитал главу прочитал всё там есть динамика ошибки ошибки церковь не непогрешима в том таинственном теле да главой которым являет всех кто за ним идут пытаются идти но церковь организация она также погрешима мы также все ошибаемся Антоний Великий ещё держал эту мысль с апостолов о том что не я делаю когда Пётр поднял за руку храмовой от рождения неходившего и первого великая проповедь её никто не читает в Деянии Апостолов вторая или какая там страница он говорит вы что думаете это я своей силой или своим благочестием сделал именем Господа Иисуса Христа стоит перед вами и пляшет прославляя Бога и Антоний Великий ещё держит эту планку его житие чудное что этот генерал там приходит что философы какая тётя он всем говорит ты веруешь иди молись и по твоей молитве Бог сделает там что-то был случай он сам это делает или этот припростый как у Павел они все говорят это Бог исцелил давай помолимся Богу и он исцелит и уже у Варсонуфия великого там Авва Дорофей вот это уже у них такое любодействие уже для них отец это авторитетиком становится и они уже иди и по молитве по молитве забуду у тебя может есть какая информация недавно тоже спрашивает человека откуда с каких времён стали отцами называть не помнишь откуда где это отцы вообще понятия отцами называли всегда если он родил тебя во кресте Иисусе вот так чтобы священника называли отцом я не знаю где у меня сейчас с этим проблема я почему в храм не хожу уже третий месяц поставили мальчика 23 лет я его не называю отцом и мы с ним закусились он сказал ну давай мы расстанемся и мы расстались я не хожу сейчас в храм никакого отношения теперь не имеет какой ты мне отец ты меня что родил во христе нет ты что по возрасту подходишь как там называют батя там или еще что он говорит называй меня ну батюшка называй может батюшке сказать мои дорогие меня рукополагали я говорю я сам твоего священства не отрицаю я в тот день причащался из твоих рук тот который мы разговаривали ты не почитаешь священство как ты не почитаю ты священник кто меня спросит кто такой Георгий я скажу священник это профессия правила подожди правила и чьи правила я не помню если священник до 30 лет рукоположен да будет извержен это правило соборов вообще так я я уж этим тыкать не стал ты значит можешь себе позволить с твоими иерархами нарушать даже если бы это был отец получается ты можешь нарушать тебя положили застрелек а я не могу какое у тебя опять право ты что чем ты отличаешься от меня никакой иерархии в церкви нет есть дисциплинарное и то чисто честно выставлено опять непонятно кем апостол никакого себе но апостол уже у них уже понимаешь они были из иудейских Павел был чистый фарисей он уже стал эту структуру опять выстраивать после Христа ты знаешь я в одном месте тоже читаю толкование у меня глаза на лоб лезут когда в Деяниях четко написано или в Евангелии в конце не помню когда говорит Христос воскрес да по-моему и в Евангелии и в Деяниях там же повторяются многие события они описывают когда он воскрес типа являлся и говорил им о Царстве Небесном читаю толкование не помню кого у кого-то или где-то по телевизору слышу он им рассказывал как устраивать земную церковь ну вот же написано впервые он им рассказывал о тайнах Царства Небесного там он им говорил пока понять ничего не можете я бы вам много сказал вы не способны вместить он бы сказал им о том что муки не вечны они не способны вместить любимый ученик Иоанна Иоанн говорит давай огонь с неба сведем пусть все горят он говорит не знаешь какого ты духа ты духа не Христа ты антихристов духа ты хочешь уничтожить людей за что за то что тебя не приняли великого ученика пророка не приняли ничего страшного завтра пойдете вас примут понимаешь я тоже прихожу к мысли что ты отцов имеешь даже право читать только в духе Евангелия да вот у меня все больше и большая мысль вот я Гуньяева не хочу унижать но он должен понимать что он творит он ехшает со всеми мусульманами иудеями которые не принимают Христа он извратил слова Дорофея а к единой точке идут точка одна но это точка Христос ведь он образ Бога невидимого мы то это исповедуем а они нет иудеи вообще хулят евангелия закапана перед входом в синагогу это все знают знаешь что она зацементирована в каждую синагогу закладывает евангелие во вход каждый иудей проходил по евангелию по по назарейской ереси которая весь мир обладела куда он пойдет с каким папой он что не понимает ты говоришь я не хочу иудея унижать я Христос когда называл священников священников там порождение ехидны сыны дьявола он как Иоанн креститель так делал ну да ну они разве унижение одно дело унижать а другое есть какая-то грань между какими-то грубыми словами там еще что я даже вот сейчас говорю пытаюсь соблюдать церкви две не может быть это не червяк они церкви сравнили с червяком я вчера кого-то слушал и у меня мысль такая пришла а не церковь ведь человек образ божий правильно и Христос человек он говорит церковь это человек то есть я человек бога человек глава церкви и я вот человек мое тело есть церковь тело есть тело мое примите едите да есть тело Христово и это же церковь тело Христово Вот он, я. Он сравнился с человеком. Покажи мне, человеку, которому можно руку отрубить, она сама живет. Ногу пополам разрубить, как католики с христианами пополам разошлись. Покажи мне, человек, естественным причем способом. Только червяк. Они же с червяком сравнили, что ли. Церковь одна. Кто-то откололся в любом случае. Она не делится методом клеточки. Он сказал, я есть тело Христового, я есть церковь. Это я тоже, допустим, что это православие, какое сейчас есть, после там Сергея Антона, после там Старобрядьского разгола, после там Папийского разгола. Я все понимаю. Я сам. Нужен какой-то аксиома. Ты без аксиомы никуда. Вот Бог есть и все. Он начало-начало. Это аксиомы. Ты доказать это никогда не сможешь. Ибо первый источник, он не доказывается. Ты зеленый цвет слепому никогда не напишешь. Никогда. Ты им будешь приводить, в пример, траву, фломастер, стол. Он никогда этого не видел. Вот он слепой от рождения. Как ты ему объяснишь? Ты просто говоришь, что есть зеленый цвет. Ты его созерцаешь. Ты его видел. Его видел твой сосед. Вы вместе договорились, придумали алфавит. Из алфавита сложили пять букв, синий. Сказали, что это синий своим языком. Показали пальцем, согласились. Вот вы понимаете, что такое синий цвет. И то в природе понять, объяснить сущность вы не можете. Слово цвет вообще ничего не означает. Вот, кстати, еще по поводу священства сегодняшнего. Священники сегодняшние служат по области Ветхозаветной Церкви. А священство, вообще, Христово священство, оно основано на плачину Мельхиседека должно сегодня быть. Священство быть. То есть, вот это все священство наше, обряд, послание к евреям, да, там как раз апостол Павел отрицает все это. Вот это богослужение. То есть, весь закон этот отрицает. То есть, весь закон, он на сегодня перекладывает на чин Мельхиседека. На первообраз Христов. То есть, все вот это наше священство, это все реженое, все мустословие. Сереж, я, ты знаешь, что скажу, вот моя политика, как я на самом деле внутри чувствую, живу и мысляю. Все, что не связано с жизнью, все ложь. Почему я говорю, я устал от этих образов. Зачем мне эти образы? Действительно, куча рис каких-то. Никто не понимает, что означает там его поручень, еще что-то. Зачем мне это нужно? Христос, это был обычный ужин. Что такое было причастие? Обычный ужин вечере. И то вечере, слово не наш. У нас бы сейчас в современном это ужин. По вечере там у кого что там. Это обозначался ужин. Они ели лепешки, как и в каждый день. Они до этого ели, возвращались. Он же не в самом Юрусалиме останавливался в последние вот эти недели перед распятием. Он оставался в Вифсане, потому что, во-первых, его там убить могли, и гнали. Они возвращались, насколько мы по толкованию читаем. Он и до этого они вечеряли. И до этого ходили. Они же на слиться, он там поднимался. Они тоже ужинали каждый день. Ели они в древности, особенно как бедные люди, ну поели хлебушка. Вот и все. Преломили, он никакие крошки не собирался с стола. Как сейчас священник там, как насос задувает. Я смотрю на это, все смешно, понимаешь? И тут же другой приезжает с Борисоглебска, тоже Георгий, с Украины, 50-летний. Уже спокойно служит, не то, что это молодой. Он говорит, да ты знаешь, я в Юрусалим съездил, посмотрел, у меня все благоговение пропало. Там до сих пор руками рвут, прям сам вон, и вот так прихожанам раздают. И вот тебе живой пример. И я, честно, я не люблю эти разговоры на самом деле. Почему? Я считаю, все, что без жизни, это мертвичина. Я и не страдаю, что он меня, так скажем, отлучил от храма, не от церкви. Я сам нарывался, может быть, отчасти. Мне не надо, я не целую ручек. Откуда это пошло? Вот поп какой-то еще, я священник, у него там всего 7 видео. Прям ответ ему задают, и он прям отвечает. Я, говорит, сам не даю целовать. Я говорю, это, говорит, византийская традиция, когда пошла, вы спрашиваете того, кто дает. И вот этот, который приезжал 50-летний, нам думали его поставить с Боброва, там же собор, или с Павловска, с Павловска, ой, с Боброва. Но они не дали, дали вот этого молодняка. Он тоже мне не давал, как чувствовал. Он мне сразу руку на голову ложил. Хотя я первый раз подал ему, типа, ну, взять благословение. Ну и то я не целую, как бабки с пристрастием. Он для нее внучок. Вот этому целуют, аж вот так возьмут. Он для нее внучок, она стоит на нее и сидеть. Он говорит, так мне и мужики целуют, я говорю, это твои проблемы, и его, это не мои проблемы. Я друзьям не целую руки. Почему я тебе буду? Кто ты есть-то? Ну да, тебя поставили. Ты священник. Я не против. Но мы с тобой даже еще не друзья. Я как раз пытаюсь с тобой подружиться равностью. А ты возвышаешься надо мной. Тебе 23 года, ты надо мной. Вот и ты 10 лет моложе. И я с ним. Ну что ты возвышаешься? Я прошу ровнее. Я как раз не возвышаюсь над тобой, что я на тебя 10 лет. Я на это не давлю. Я же тебе не говорю, обращайся ко мне на вы. Тогда. Что ты мне тычешь, я ему хотел сказать. Ну ладно, ты отец, тогда ты мне выпей. Мне это не надо. Ты мне брат. Причем младший. Какой ты мне отец? У него жена, двое детей. Ему 23 года. Он никогда ничего не читал. Его научили, куда покадить, куда посвистеть. Он начинает проповедь читать. Я в алтаре стою, не выхожу даже, что-то там делал еще. Слышу, несет его. Рассказывает, было Рождество, по-моему. А он, короче, рассказывает. А, было Богоявление, по-моему. Он рассказывает о вхождении Богородицы, понимаешь. И наполовину до него доходит. Ой, извините. Я, говорит, не то, поплел. Понимаешь? Мы творим, что хотим, все равно. Бог может как-то это там. Мы не знаем. Он никому не отчитывается. Почему он поправил? Почему он столько дает правила? Ведь Гундяев завтра может умереть. Это же не проблема. Это две секунды, по Божьей воле. Ну, почему-то он допускает, чтобы был Аарий. Чтобы не было в гонениях, не было в святых, да? Это мысли отеческие абсолютно. Еще с Христа. Кто и не берет Христа, и вот оно идет, линейка. Значит, так и должно быть. А наше дело, да, не молчать. Молчанием не то, что предается Бог. Что значит предается Бог? Ты молчанием, действительно. Он и сам подумает, что он, может быть, тоже делает это искренне. Я не знаю, Гундяев специально понимает это и, может быть, знает, что... Да нет, нет, он не искренний. Это я, прямо у меня факты есть. У меня сомнения. Я не знаю. Искренне он, не искренне. Есть ролик, в общем, 12-го года, когда, знаешь, у него была программа какая-то, пасты, как он называется сейчас, пасты, или как-то, я не помню. И у него один из часов, в общем, он как бы зачитывает письма своих слушателей, да? Вот, и он говорит, ну, вы простите, это сам Гундяев рассказывает, говорит, простите, я на многие письма не могу ответить, но вот на глаза попалось такое письмо, якобы случайное. И он так его распечатывает и читает. Почему вот произошло, как бы, ему якобы женщина, которая задает вопрос, почему между новообрядцами, старообрядцами произошло примирение, а почему до сих пор между католиками и православными нет примирения, понимаешь? Как бы ему на глаза случайно попался этот вопрос, и он начинает его озвучивать. И причем эта тема его настолько интересует, это вот этому ролику 4 или где-то 5 лет, понимаешь? И он настолько открылся вот в этом толковании вот этого письма, вот объяснение его, что там было видно, что и насколько дальновидные были планы его, понимаешь? Вот сейчас посмотришь мой канал, там, Апологетик, где я выкладываю, кто вот сейчас в этом движении против Гундяевского, я же, конечно, фильтрую. Вот этого, кого ты сказал, ну кто Гундяева в Гомосятина обвиняет, я его не выкладываю, из него гнев прет, гнев неправедный, понимаешь? Я хочу его обличить, чтобы он покаялся, показать ему и нашу позицию, показать, что он ошибается. Как он к епископам относится, какие там соборы, они ничего не знают. Подгоняют, прям видно, как он должен был собраться в 16-м году, только вот это, собирают специально. Через 3 дня он летит к папе, и епископы, сами разлетаясь в собор, только в самолетах, слышат, что папа, ой, что Гундяев летит навстречу с патриархом. Они в шоке. Был собор, ни слова не сказал. Это уже, это, тут надо быть дураком. Вот я говорю, как, или вот это, как Христос сказал, слепые. И не было греха, если бы вы были слепы. А люди, кто, какой из епископов, я не думаю, что он скажет, да, ну, да для меня это не важно. Я был на соборе, но не сказал он. Какой-то тогда епископ. И что вы там тогда решаете, если вы такие вопросы не обсуждаете. Зачем вы там собираетесь? Деньги посчитать. Я знаю для чего, ты знаешь, если я тебе про Сергий расскажу, понятно, все уйдут из церкви. Ну, грубо говоря. Они уйдут, конечно, бабки не уйдут. Им все равно, кто он там есть. Все эти сходки, вот эти, в монастырях он ездит, вот этот, Сергий, в Девногорске, на общую службу, там, в Покровском. Это сбор бабок. Ему все в конверт, все, кто съезжаются, ему что-то, все уже знают, когда соборная служба вызывают всех, надо везти бабки. Это конверт 10-15 тысяч сейчас. Ну, по крайней мере, мои данные за этот год. Сейчас инфляция быстро идет. Ни за что, ни про что никто не спрашивает. Причем каждый тебе скажет, я не даю. Но тебе он низко, почему ты говоришь, вот он там зачитывал. А не на камере. Если это лицемеры уже, как вот Христа, которые спинали, которые шли против истины, он говорил, попробуйте, обличите меня. Посмотрите на дела, которые я делаю. Я тоже, я пришел уже к мысли, что все, ты не можешь найти опоры даже в святых отцах нигде. Только в истине. Потому что ты не знаешь, ты хочешь завтра поступить хорошо. Все. А не понимаешь, что ты должен сделать. Вот у меня с родителями проблемы. У них проблемы, естественно, у нас у всех в семье проблемы. У мамы с папой, а ты между двух одни. Ты не можешь уходить, обоим бесполезно. Все. Я после... То есть, а к чему человек, когда так приходит? Когда он действительно хочет, хочет святости. Начинает жить по Евангелию. Да, сначала глупо, грубо. Он тупо, вот как говоришь, канон, не обманывай. Не врать никогда. Начинает правду матку резать. Человек начинает подвязаться. Не обманывать, не врать, не лукавить, там, поститься, пытаться побольше, побольше, побольше. То есть, исполнять все заповеди, каноны там возможно. И он начинает видеть, что у него или не получается, или во вред они идут. Он не соврал, а человеку плохо. А его убили, или еще что-то. Вроде правду сказал, а там человек рыдает. У тебя сердце. Думаешь, что же это за правда? Когда я человека заглубил. Ты хочешь задуматься, а где же правда-то? Смысл прийти к живому Богу. Только Он истинный. И это будет живая жизнь, когда ты будешь жить с Ним. И у меня, конечно, теперь одна молитва. Я просто жду тупо. Я не знаю даже, что сделать. чтобы вот так стяжать, чтобы он открылся. И имею ли я на это право там Осипу все время об этой прелести, если я согласен. Вроде как. Ну, а по-другому я не знаю как. Я не знаю. Каждую секунду стоишь на этой дорожке, развилке. Должа быть прямая связь с Богом. Прямая связь. Причем не какая-то иллюзорная. Вот как я. Я в Духе Святом, я могу сказать. Или мне кажется, что я истину. Нам всем кажется, что мы истину глаголем. И я, если честно, тогда я тоже так думал. Там, вот это когда оглашение вел, тут со всеми разговаривал. Ну, ты знаешь, Господь меня смирил. Я смирился до того, что я сказал, я ничего не узнал, я ничего не понял. Я не понимаю, как мне жить. Мне жениться или подвязаться. Мне не жрать или жить посредником, как Антоний сказал. У святых отцов есть и то, и то. У тебя начинается раздвоение личности, надо сходить с ума. Ты начнешь Иван, начнешь отцов. Один отец и то, и то несет. И говорит, что надо жить не по букве, а по духе. И тут же другому шпарит там о правилах. Ты смотри, не вздумай. Но он-то видел, кому он говорил. Это частный случай. Я-то не вижу. Почему я должен это себе применить? На каком основании? И почему я должен это применить и не то? Вот я вижу два. Два жития, два случая. Абсолютно разных. Один прикрыл, другой обличил. Вот я себе говорю, я себя считаю счастливейшим человеком. Понимаешь, меня от всего этого Господь избавил вообще. Он у меня руки и ноги забрал и все. Я не знаю, я его доказываю людям, а они смеются, понимаешь. А я тут понимаю, насколько вы бедные люди, какой вам выбор ежедневно приходится делать. И насколько я сейчас, когда меня Господь от всего этого избавил. так что, конечно, я понимаю, но все равно выбор, понимаешь, Господь все равно ежедневно ставит выбор, делать, не делать. И вот с тем же каналом, знаешь, у меня поры вот такие, да, просят все, я не хочу, все, я не могу, больше надоело, понимаешь. А все равно я вот просыпаюсь, у меня побуждение, а делать надо, и Господь пути указывает, по которым и ходить нужно. Вот, и я смиряюсь, я говорю, Господи, да будет вода Твоя, и делаю. Да это у меня душество. Вот только так, а как иначе? Я во все это верю, для меня радость в это верит. Я знаю, что если я буду сидеть, ни хера не делать, и верить, будет хлеб с неба падать. Будет, да. Или ворон приносить, или он просто будет неизвестно откуда падать. Это не важно абсолютно. Я в это верю. Мне все вот так виском тоже крутят, понимаешь. Пойди ты в храме скажи. Я пытался говорить бесполезно. Какой поп занимается в Воронеже и по всему православию куча занимаются этой херней, как она называется, ты знаешь, гомеопатии. Вот, на березовой роще праздничной таблетки там вот эти все, да? Да там какие-то горошины, да? Да, ну вот, банки большой. Он священник, у него причастие, и так сделано для того, для тупых людей, потому что, в принципе, я говорю, как Хрису, ты можешь не прикасаться к Христу, к телу Христову. Прикасаются маловерные. Потому что ему говорил Иаир, погиб, положи руку на дочь мою исцелеть, прокаженный, говорит, коснись, если хочешь, очистить. Кто говорил, Господи, скажи хоть слово, как-то. И он говорил, не найди в Израиле веру, то есть в православных не найди такой веры. Мне вот этому, гомеопатам, всем священникам, хочется спросить, для вас, что вообще причастие? Фикция опять. Игрушка. Для прощения невидимых грехов, которые нельзя оценить, вот ты и держишь свою пасту на крючочке опять, чтобы грехи, типа так, они не отпускаются, а то покаяния не было. И то индус, если действительно кается или там какой-нибудь бубуин, то, что он жену там зарезал, ему не прощается. Человек, покаяние, это изменение. Покаяние состоялось тогда, когда ты перестал-то делать. А я, в принципе, все время здесь. Ну, я живу, вот еще и ковыряюсь в городе. Я никуда не... Все, я понял. Давай тогда добро. Спокойной ночи. Давай, пока. Храни Христос. Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok